ребята это видео наболевшего человека ну как вы видите да я вот вечером не скрывая о том что вот у меня пиво тут рюмочка покажу все как есть мне просто наболело я сижу и думаю господи мне хочется поделиться вот этой болью несправедливостью со своими подписчиками так как она есть так как не наряжалась вот дома вот видите голова уже два дня у меня не мытая к вечеру она уже похерилась пижама соус недоеденный что могу сказать вот просто вот сижу в одиночестве но у меня одиночество не пугает я не к этому я вообще такой человек который может находиться сама с собой мне будет комфортно наболела вот знаете у меня такой диссонанс сегодня был внутри что я еле сняла мукбанг потому что мои мысли в кучу не могли собраться я устала от пиздоболов я устала от людей которые просто пиздят на каждом шагу вот их не просишь они пиздят почему-то мои жизни зачастую знаете вот как наплывами они вот то их нет нет а потом раз кучка пидорасов соберется и раз проникнется в мою жизнь и я так как человек сама редко вру и стараюсь вообще не врать потому что я потом забываю мне потом неловко если меня поймает на каком-то вранье обмане место раз не врать я стараюсь правду если я не могу ответить то я лучше тогда вообще промолчу и проигнорирую нежели мне вот выкручиваться блять но вы понимаете это эти пиздоболы они окружают вот на данный момент меня окружили блять со всех нахуй баррикад вот нахуя ты если не можешь что-то сделать ты обещаешь человеку вот хоть кто-нибудь мне в комментариях может объяснить это видео это как вот просто видео дневник такой у меня сейчас идет и вообще к ютубу я наверное последние последнее время стала относиться как просто к развлечению как видео дневник как я размышляла как я рассуждала как я разговор но рассказывал какие-то истории потому что изначально я горела страстью вот нужен контент надо заработать сейчас это просто здесь мои мысли но я сейчас подпела я не я не скрываю вот пожалуйста ребят и вечер дома вот пижама лохматые волосы эти пидорасы меня окружили я же блять чуть башка сегодня не разболел вот нахуя вот мужик да говорит тебе я его не прошу один из примеров говорит я хочу чтобы я хочу тебе вот купить одежду одеть тебя как-то красиво что ты хочешь давай тебе закажем на сайте я все оплачу грудова это не сейчас это не сегодня это вот знаете это все больше вот но накопившиеся я грудова и все то случается какие-то нюансы у него не получается он перепутал сайт потом блять а значит этот курьер который там делает не курьер какой-то блять там пидора пидорас который заболела не может делать скидку одно на другое это все откладывается а потом опять уже обещание значит не про обещание не одежду обещание про другое опять опять какие-то вот нюансы мне хочется хочу ты пиздишь ну зачем я тебя просила не просила зачем ты вот зачем ты просто мне обещаешь то что ты не можешь выполнить и потом происходит такое что я же надеюсь я же верю людям брать также вот брать пради я тебе дам все но нихуя ничего не дам вот знаете зачастую кстати я стал сталкиваться в интернете с такой хернёй что виртуально вот я должна была быть уже миллионером ну не иметь как минимум свое жилье это как минимум да ну а дальше что перечислять то что мне за всю мою жизнь обещали сделать люди еще раз подчеркнусь одно дело когда я прошу другое дело когда я не прошу человека вообще даже у меня намеков на это нет рассказывала я здесь историю про тик-ток когда прямом эфире там мужик начал мне блять про покраску эти скину денег это все и он блять сидел аплодировали ты настоящий мужик в итоге он слился да блять это одно ну бы захотелось мужику наверное вот так вот в моем эфире прямому засветиться до делать нечего подвыпил вискаря нами деньги дома ся а другое дело я говорю про мужчин которые с которым ты контакт с которыми блять ты встречаешься общаешься и от этого вообще не понимаю внутри сушки я вообще пьяная вот я смотрю на со стороны может мне кажется что как будто трезвая бывший парень пять лет я не встречалась значит вместе переписывались мне говорит но мы уже много лет не вместе все переписка вконтакте вот запомнилась знаете мне что там как здоровье как что там туда-сюда у меня проблемы с ногой у меня варикоз он врожденный потому что у меня клапан открытые поступает непрерывно кровь в вену из-за этого варикоз то есть знаете да что такое варикоз ну такое что ты операцию там не делаешь я говорю смысле операцию крылья операция стоит мне по скидке посчитали вот если летом делать сорок пять тысяч говорит я тебе помогу ну на это дело это серьезно ну то есть чтобы вылечить твою ногу я тебе без проблем помогу что вы думаете его начал сливаться он мне перестал отвечать на сообщение мне хочется сказать я сука падлу такой тебя просили тебя просили о чем-то разговор просто случайно зашел про мою ногу про здоровье просто сказал да я была на обследовании вот узи мне делали там нет ли этих господи скажите я вам скажу тромбоза в ноге да и так далее он спросил сколько я без всякого ну вот я пожалуйста я если не могу и никогда в жизни человека ничего не пообещаю а если я пообещала и сделаю все выполню а если вдруг мало ли что ну блядь разные обстоятельства бывает обсасываемый лимон вот пожалуйста я скажу извини прости 10 тысяч раз что у меня там не получится у меня такие обстоятельства прости потому что я знаю что такое надежда ждать когда ты ждешь помощи понятно дело что сейчас мне скажут ты сама ты должна сама не на кого он не надеется так я и ни на кого не надеюсь кроме сука себя но когда тебе постоянно какие-то блять пиздоболы в твоей жизни куча пиздоболов вот это вот оказывает и тебе внушают о том что тебе помогут и сделать я что-то это ну ты расслабляешься разве не так вот вы мне просто ответе разве вам если кто-то пообещает вы не расслабите булки блять не будете вы просто в расслабленном состоянии я не просто накрыла мне надо вы хочется знаете высказаться людям и неужели у меня у одной такие пиздоболы в жизни я надеюсь что нет иначе я себя буду чувствовать просто уж и ущербный какой-то бабой которым которую наебывают везде и вся не знаю куда ложить возможно и и бабы такие бывают но я не могу привести пример про женщин потому что честно я вам хочу сказать у меня маленький круг общения я сама как-то от людей отстраняюсь я после того инцидента и что вообще со мною происходило в краснодаре что я здесь пережила очень очень тяжелые моменты мне мне жрать нечего было вот вы вы не поверите мне не тоже мне не то что жрать не и жить негде было не на что я пыталась устроиться на работа меня не брали вот вот гулять до смешного просто я шла устраиваться на работу за 15 тысяч рублей администратором задрипанной солярий убогий в подвале блять в жопе мира где-то находился я там где-то в объявлениях на авито не помню где уже где искала работу я прихожу туда несмотря девушка извините у вас нет не берем либо просто полный игру игнор я никогда не забуду это время потому что это отложилось на мне настолько внутри меня блять сидит вот это вот хуйня почему такая вот ну несправедливость хотя у меня был и опыт работы стаж то есть я работала там с 19 лет и вот эти пиздоболы знаете на федеральном уровне я хочу запретить этих всех пиздоболов давайте я хочу выпить 25 капель за то чтобы меньше было в нашей жизни этих пиздунов чтобы они блять загонили вот честно вот ну не могу блять по-другому язык чтоб у них отцов я вот выскажусь мне наверно легче станет это видео не то что у меня контент другой совсем но я надеюсь вы меня поймете я давно хотела на самом деле какое-то видео записать когда на эти вот душа когда болит когда вот свербит свербит вот-вот-вот здесь вот когда тяжело когда возможно близкие не поймут возможно они но близкие они к нам привыкают и уже знаете что ты мне скажешь как хуйня что-то там все хуйня все наладится все нет братья что вот пока вот здесь вот в душе не будет не наладится она по-другому никак не будет даже возможно найти такое что возможно чужому человеку тебе легче высказаться легче он тебя послушает и не осудит вот что я хочу чтобы вы просто меня послушали не осудили за за мои какие-то моменты мне приятно что у меня есть люди подписчики которые меня понимают и меня поддержат любой теме не понимает мой юмор его я не понимает мою жизнь все равно эти истории как-никак косвенно они относятся и к моей жизни почему я завела такой youtube канал почему почему я это все сделал потому что я натыкалась постоянно на каких-то блять ублюдков и за но бывают бабе не везет я не считаю себя блять глупые уродины и бездарностью какой-то пустышкой неинтересные я считаю что у меня есть харизма у меня есть все эти данные которые нормально мужик он рассматривает на сука блять пиздобола клеится и все что это нахуй за хуйня тело сообщи просто без еды просто вот так вот вечером когда херова когда осталось 150 грамм водки водку я не так люблю наверное но мне просто больше нечего на мне сегодня очень тяжелый день очень тяжело морально физически нет конечно морально очень тяжело у меня знаете такое чине вот тут вот кирпич вот так приложили голове и так вот давит 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 мне хочу расслабить мозг а не расслабляется даже в youtube вот вышла первый раз такое эмоциональное у меня видео хуй его знает муж карму какой-то отрабатывая я не не знаю что такое я я вам не все рассказала это все поверхностно поверхностно пиздоболы пиздоболы до меня очень сильно сегодня горчили обидели я расстроена когда тебе обещают да тебе обещают что раскрутит твой канал помогут вложиться когда человек как будто за тебя болеет за то что ты делаешь и в итоге в итоге сливается на ровном месте и очень сильно переживаю возможно завтра будет легче возможно хуже их узнает короче я не знаю я не знаю что будет дальше я не знаю что будет с каналом поэтому поэтому так я против пиздоболов я короче думала она более эмоционально это видео будет нет как-то и все равно в себе в себе это все держу спасибо что меня выслушали если кто до конца досмотрел мое видео мне приятно я хоть и высказалась